МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на канале ТВ-8. В студии Яна Степаненко. Главная тема выпуска. Неспокойная пятница с интервалом в один час. В столице сегодня произошло два пожара. Кишиневцы следили за событиями с замиранием сердца. Что горело, расскажем через несколько секунд. Многие прокуроры живут за счет родителей и свекров. Каждый восьмой гособвинитель указал в налоговой декларации пожертвование от родственников. Некоторые суммы впечатляют. Есть и те, кто получил в дар дома. Тучи над Георгием Баланом сгущаются. Известного своей острой критикой в адрес судебной системы судью могут уволить. ВСМ приняла решение наказать. А за что, узнаем в выпуске. Утверждают, что стали жертвами нападения. Супруги Мэтессару обратились в полицию. Жалуются на протезаконные действия сотрудников охранного агентства во время съемок видеоматериала. Местные жители иного мнения. Разрушительный пожар на телецентре. Сегодня около полудня загорелась крыша здания, которая принадлежит Академии наук. На борьбу с огнем прибыли порядка сотни пожарных. Затачу затруднял сильный ветер. Людей из здания удалось вовремя эвакуировать. Со слов очевидцев, огонь быстро распространился по крыше. Звонок на пульт спасателей поступил около полудня. Огонь охватил крышу здания Института зоологии, расположенного на телецентре. Сильный дым можно было наблюдать на расстоянии нескольких километров. На место прибыли 14 пожарных расчетов и сотни спасателей. Чтобы локализовать огонь, понадобилось не менее часа. Задачу усложнил сильный ветер. Людей удалось вовремя вывести из здания. Очевидцы говорят, что огонь быстро распространился по крыше здания. Невозможно. То есть струя воды уходит в сторону. Капельное получается тушение. Пожар повредил не только кровлю, но и верхние этажи. Уже ущерб предстоит установить. Институт зоологии при Академии наук специализируется на мониторинге экосистемы и исследует эволюцию видов животных. А менее чем через час в столице произошел еще один крупный пожар. В центре Кишинева на Измаильской полыхало офисное здание. Людей быстро вывели на улицу. Никто не пострадал. Стоит отметить, что этот комплекс горит не впервые. В 2016-м в одном из кафе здания загорелась вытяжка. Сотрудники офисов быстро вышли на улицу. Как говорят очевидцы, после возгорания дышать в помещениях было практически невозможно. Только на улице люди поняли – огонь охватил большую площадь здания. Люди без паники покинули здание. На место прибыли 4 пожарных расчета. Огонь удалось потушить за час. Пожар повредил 500 квадратных метров крыши и разрушил внешнюю стену. Пожарный выясняет, что могло послужить причиной возгорания. В январе 2016 года в здании уже был пожар. Тогда в ходе проверок было выявлено несколько нарушений, в том числе в системе вентиляции. Распространение огня спровоцировало возгорание жира на кухне, расположенного в здании кафе. При строительстве, когда была сестра детской площадкой, были срезаны деревья. Здесь жильцы всех этих домов очень сильно возмущались. Хозяин получает то, что, наверное, заслужил. Не надо было идти против воли людей и против народа. Контрабанда на сотни тысяч леев полиции задержала шесть членов преступной группы, которые незаконно поставляли в страну импланты и изделия для протезирования зубов. По данным правоохранителей, поставлять товар начали в прошлом году в обход тамошнии, или же указывая недостоверные сведения о его стоимости. Товар преступники покупали в Израиле, Китае, Италии, в Южной Корее. А здесь продавали по цене ниже рыночной. Полицейские провели 19 обысков. В результате обнаружили и изъяли более 4 тысяч имплантов и изделий для зубных протезов на сумму свыше 6 миллионов леев, а также деньги в национальной и иностранной валюте на общую сумму более 1 миллиона леев. Задержанным от 30 до 40 лет. Если их признают виновными, преступникам грозит до 10 лет лишения свободы. Каждый восьмой прокурор в Молдове указал в своей налоговой декларации передачу имущества в виде дарения. Журналисты портала «Зиару Дегарда» выяснили, что зачастую движимое и недвижимое имущество было передано родителями или близкими родителями. Подробнее о налоговых декларациях прокурора в нашем следующем материале. По данным портала «Зиару Дегарда», 90 из 720 прокуроров заявили о дарственных от близких родственников. К примеру, Виктория Фуртуна, которая занималась делом бывшего министра транспорта Юрия Керенчука. Прокурор получила в пользование дом на окраине Кишинева, который принадлежит ее свекрови. Родственница также передала прокурору 20 тысяч евро. Прокурор Ион Мунтяну, ответственный по делу о мошенничестве с детскими садами, получил от тещи и тести дом и 350 тысяч леев. Антикоррупционный прокурор Андрей Баешу, известный по делу Илона Шора, получил в дар 5 тысяч евро тоже от тещи. Его коллега Григорий Никулиц вместе с супругой получили по дарственной от родителей 40 тысяч леев. Руслану Батнару были переданы в дар 10 тысяч евро, а Сергею Марару 30 тысяч леев. Прокурор Александр Черней получил от своей матери 2 тысячи евро. Судью Георгия Балана известна своей острой критикой в адрес судебной системы. Могут уволить. Сегодня ВСМ санкционировал служителя Фемиды. Дисциплинарная коллегия Высшего совета магистратуры решила, что его нужно освободить от должности за участие в запрещенных для судей видах деятельности. Балан решение намерен обжаловать. Дисциплинарная коллегия Высшего совета магистратуры решила, Могут уволить. Мы должны объяснить, что это не входит в компетентную работу. Случай произошел несколько лет назад. Тогда вместе с жителями родного села своей супруги выступил против строительства новых карьеров. Местная публичная администрация оповестила об этом дисциплинарную коллегию, отметив, что это не входит в компетенцию судьи. Местная публичная администрация оповестила об этом дисциплинарной коллегии и готов в случае необходимости обратиться в ЕСПЧ. Новый день, новые обещания. Кандидат в столичные градоначальники от партии социалистов провел пресс-конференцию под открытым небом недалеко от ворот города. Выступая с трибуны, Ион Чибан пообещал в случае своей победы на выборах привлечь новые инвестиции и значительно облегчить жизнь предпринимателям. Социалист обещает использовать самые удачные практики европейских городов и населенных пунктов стран СНГ. Продолжение следует... Продолжение следует... На прошлых пресс-конференциях Ион Чибан пообещал ввести режим единого окна, оцифровать архив примарии и перевести все документы на русский язык. На задолженность ген-примара столицы поборются 13 кандидатов. Трое из них – женщины. Это Регина Апостола, Александра Канна и Сильвия Радо. Семь кандидатов уже зарегистрированы. Еще шестеро ждут решения окружного избирательного совета. В Бельсах из восьми кандидатов для участия в предвыборной гонке зарегистрированы лишь двое. Под номером один в бюллетине для голосования лидер партии «Демократия дома» Василий Костюк. Вторым в списке значится Андрей Анастасий, единый кандидат от платформы «Да», «Пас» и «ЛДПМ». Третьим выступает активист группы «Петренко» Александру Рожко. Четвертая в списке – Регина Апостолова от партии «Шора». Далее пятым следует либерал Валерий Мунтиану, шестой – социалист Ион Чубан. Под седьмым номером – кандидат от экологической партии Виктор Стретилы. Восьмой в списке обозначена Александра Каннат, национал либералов. Девятый – Андрей Мунтиану от партии «Прогрессивного общества». Под номером десять в бюллетене Максим Браил от «Народной партии». А под номером одиннадцать – независимый кандидат Сильвия Радо. Кандидат от русско-славянской партии Александру Мыцу под номером двенадцать замыкает список кандидат от партии «Народного единства» и либерал-реформаторов Константин Кадряну под номером тринадцать. В Бельцах официально зарегистрированы два кандидата. Это Арина Спетару от партии «Платформа достоинства и правды», Александр Усат и «Социалистов». На рассмотрении досье еще шестерых кандидатов Николая Григоришина выдвинули от партии Рината Усатова. А Елена Грицко от той же партии набрала необходимое количество подписей и выступает в качестве независимого кандидата. Свои документы для регистрации подал представитель партии «Национального единства» Серджио Бурлаку. Его также поддерживают либерал-реформаторы. Партия Шора выдвинула Павла Вережана от русско-славянской партии Олега Поленицкий. В Бельцах, в отличие от Кишинева, партия «Действия и солидарности» выдвинула своего кандидата. Им стал Семен Гуцу, председатель территориальной организации «Формирование». Местные выборы пройдут 20 мая в семи населенных пунктах страны. Европейский суд по правам человека рассмотрит в срочном порядке жалобу Сергея Касавана заключенного 16-й тюрьмы с циррозом печени последней стадии. Об этом объявили адвокаты Ассоциации «Промолекс». По их словам, молдавские власти должны дать письменные разъяснения. Между тем, здоровье заключенного ухудшилось и мужчина, говорят они, может в любой момент умереть. В СПЧ отметили, что изучили случай и потребовали объяснения. На ответ у молдавских властей есть полтора месяца. Кроме того, дело больного циррозом печени заключенного рассмотрят в срочном порядке. Супруга Сергея Касавана требует, чтобы ему оказали квалифицированную медицинскую помощь. Он находится в тяжелом состоянии, мы просим дать ему право на лечение, дать ему право на операцию. Мы хотим, чтобы отец вернулся домой, вернулся живой. В Департаменте Пенитенциарных Учереждений говорят, что задержану предоставляют лечение. Он бенефицирует в пенитенциаре номер 16 и в целом, ассоциация необходима. Субтитры предоставляют лечение, что субтитры предоставляют лечение, ассоциации медицинской помощи. Конклюзия медицинской помощи была, что тот из тех, кто бенефицирует в пенитенциаре номер 16 и в Чише Мэу, это соответствующий серинтелям романитации в отношении патологии. Сергей Касавана задержал ей окон сентября прошлого года. После семи месяцев задержания под стражей, его состояние здоровья ухудшилось, говорит адвокат Промолекс. Адвокаты добавили, что дело Касавана пересмотрят после того, как прокурор одобрил отвод судьи. Мужчину подозревают в том, что он мошенническим путем отобрал участок земли, возвел там рынок, а киоски продал. Между тем, местные торговцы жаловались, что их выгнали оттуда, а деньги не вернули. По их мнению, Сергей Касаван хочет избавиться от наказания, прикрываясь болезнью. Удобные условия для водителей и пассажиров, пересекающих контрольно-пропускной пункт Паланка. Благодаря помощи Иверсоюза здесь появятся отдельные участки для контроля грузовиков и легковых автомобилей. Процесс проверки станет современным и быстрым. Пункт Паланка будет сдан в эксплуатацию в конце этого года, но сегодня на месте побывала наша съемочная группа. Пункт Паланка будет сдан в эксплуатацию в конце этого года. Глава делегации Евросоюза в Молдове уверен, что обновленный контрольно-пропускной пункт станет современным и быстрым в обслуживании. Глава пограничной полиции говорит, что после реставрации ожидание контроля на границе сократится на 20%. Глава пограничной пункт Паланка будет сдан в эксплуатацию в Молдове уверен, что в Молдове уверен, что в Молдове уверен, что в Молдове уверен. Глава пограничной пункт Паланка будет сдан в эксплуатацию в Молдове уверен, что в Молдове уверен, что в Молдове уверен. 5,5 миллиона евро. 4,5 предоставит Европейский Союз. Остальные средства выделят молдавские власти. Таможенный пункт Паланка расположен в 150 километров от Кишинева. Известный активист Анатол Матесаро и его супруга Джульетта Савицки утверждают, что стали жертвами нападения сотрудников охранного агентства. Инцидент, по их словам, произошел во время съемок репортажа. Как говорит Матесаро, он с супругой ехал на машине. Охранники пригрозили им поскорее покинуть зону, где активист пытался снять несколько кадров. Как говорят местные жители, они вызвали охрану, поскольку активист проникнул в частные владения незаконно. Инцидент произошел накануне на улице Гренобля. Анатол Матесаро утверждает, что вместе с супругой заехал на частную территорию. Охранники попросили пару покинуть зону. Местные жители говорят, что журналисты вторглись на частную территорию без разрешения и люди вызвали полицию и охрану. Анатол Матесаро утверждает, что журналисты вторглись на улице Гренобля. Наша съемочная группа также попыталась снять прилегающую территорию. Охранник попросил нас покинуть владение. Делом занимается полиция. Не только внушительной коллекцией книг, но и оборудованием последнего поколения может похвастаться библиотека Изунген. Накануне она стала настоящим инновационным центром. Здесь установили оборудование, которое местные жители могут использовать для развития бизнеса. Оборудование любой желающий сможет использовать абсолютно бесплатно. Обустроенная в библиотеке Дмитрий Кантемир мастерская первая подобного рода в нашей стране. В отдельной комнате здесь техоборудование его может использовать любой начинающий предприниматель. Среди желающих воспользоваться предложением оказался и Дан Бутнару, 15-летний ученик, который хочет делать чехлы для телефонов. Говорит, что несказано рад возможности бесплатно воспользоваться 3D-принтером. Говорит, чтобы быть предпринимателем, важно творчество, а не возраст. У 3D-принтера мы встретили Илью, волонтера из клуба робототехники, который также расположен в этой библиотеке. Илья хочет помогать людям с ограниченными возможностями. А для желающих что-то сшить, в распоряжении швейная машинка, на которой можно и вышивать. Научиться с ней работать поможет Радика Гуцу, одна из здешних волонтеров. Они будут приходить gratis. И в зависимости от работы, который есть, даже может быть свободным костюмом. Даже без кордона, человек, который знает, что это костюм, в 5 минуты, он уничтожил. А еще здесь есть аппарат для лазерной резки, комплекты робототехники и электронные инструменты общей стоимостью 30 тысяч долларов. Сектор лаборатория – создание сетей мастерских мелкосерийного производства, оснащенных производственным оборудованием, а также развитие предпринимательства на селе. Еще две подобные мастерские откроют в ближайшее время в публичных библиотеках Дроки и Аргеева. Около часа назад мировые СМИ распространили информацию о смерти известного шведского диджея и продюсера Тима Берглинга, выступающего под псевдонимом Авича, и 28-летнего музыканта обнаружили мертвым в городе Маскат. В окружении близкие музыканта распространили заявление, в котором просят всех уважать их в это сложное время. Теперь к другим новостям. Впервые в истории США сенатор пришла на работу вместе со своим ребенком. Резолюцию, разрешающую членам Сената брать с собой новорожденных детей до одного года, на днях одобрили в Верхней Палате. Первой, кто воспользовалась нововведением, стала автор инициативы Тэми Дакорт, которая недавно родила ребенка. В Сенат демократка вошла под аплодисменты коллег. Маленький мэйл всего 10 дней от роду. Ее мама, сенатор США от штата Ленуэс Тэми Дакорт, представляя свой проект, отмечала, что голосования в Сенате часто затягиваются, а детям необходим уход. Кроме того, по ее словам, женщины в Сенате недостаточно представлены. Дакорт 49 лет. Она потеряла обе ноги в 2004 году в ходе войны в Ираке, когда вертолет, пилотом которого она была, был сбит ракетой. В Сенат ее избрали в 2016 году. Тэми Дакорт стала первой женщиной, родившей ребенка на посту сенатора США. В прошлом 9 женщин рожали, будучи членами Конгресса, но все они работали в палате представителей. Дакорт родила своего первого ребенка в 2014 году, также будучи депутатом палаты. Ну а такой была пятница, 20 апреля. О погоде на субботу нам расскажет моя коллега Виктория Царева. А после не пропустите ток-шоу «Кутия Нягра» с Марианой Радзе. Ну а если вы стали очевидцем какого-либо события, обнаружили важную новость, или же у вас есть интересное видео и фото, присылайте все нам, или же звоните по телефону, указанному на экране. Я желаю вам приятных выходных в окружении тех, кто вам дорог. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин